В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. Неизвестные напали на фермера и забрали у него крупную сумму денег. Инцидент случился в Березовском районе Одесской области. Как сообщают местные СМИ, несколько человек сбили мужчину и ранили его ножом. Он потерял много крови. В настоящее время пострадавший в больнице. Кроме того, из его машины злоумышленники забрали два айфона 30 тысяч долларов и 213 тысяч гривен. Зараз сказана подія кваліфікована за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій. Вживаються заходи по встановленню осіб, учасників вказаного кримінального правопорушення та їх затриманню. Слід порозглядаю декілька версій про те, зараз, коли оперативно-розшукові заходи в найактивнішій стадії, ми не розголошуємо цих відомостей, тому що вони становлять таємницю слідства і можуть зашкодити ходу розслідування цього кримінального правопорушення. Правоохранители сьогоднішнього дня переходят на усилений режим несення служби. По Одесской області вже зафіксували 270 заявлений о нарушеннях избирательного процеса. З них по 22-му вже відкрили уголовні производства і ще більше 40 розглядують. Безопасність во время парламентських виборів будуть обеспечувати поліція і Нацгвардія. 1300 поліцейських і 400 військовослужбовців Національної гвардії. Крім того, ми підготували і групи швидкового револювання. Це 118 спецназівців, які розподілені на 17 нарядів. Вони будуть також підкріплювати наші сили. Сміщення почвы в Черноморці на побережжі Черного моря в районі пансіоната Баре обвалився склон площадью 150 квадратних метрів. Це власне в воскресенье. Вечером в той же день спасатели начали поисковые роботи. Подозревали, що під завалами могли бути люди. Подробності в сюжеті Марії Горбунової. Марія на 11 лет живет на склоне. Женщина розповіла, що проблема огромних трещин в почве тревожить вже давно. Наскільки б не просила помощи, городська власть розводить руками. Марія не раз высаживала деревя вдоль обрыва, щоб укрепити территорію. Але цього оказалось недостаточно. Слышала сначала резкий треск, а потом хлопок, як землетрясення. Я дуже спугалась, я даже не ожидала, що може таке произойти. Сюда подошла, гляжу, здесь нет сетчатого забора і дерев'я. Здесь у нас дерев'я были насажені, ми насаждали, щоб укрепити территорію. Це все туди. І перша, що мисля була, що там кто не був, тому що в 5 часів там загорали люди. В момент оползня на пляже действительно находилось несколько отдыхающих. Хоча точной информации, що под завалом могли оказаться люди, не було, екстренные служби начали поиски. К работам також подключились местные. Раскопки продолжались до вечера. В 21.00 под завалом нашли вещи отдыхающих. Но спасательну операцию приостановили из-за возможностей повторного обвала грунта. К работам вернулись уже сегодня утром. Мэри информацию относительно аварийного состояния территории опровергают. Говорят, есть две вероятные причины оползня. Обводнение склона і строительні роботи на участці частного домовладення, расположеного над местом обвала. Весь отвод води производился на склон. Це і грунтових вод, це і ливнёвих вод. Все це привело в совокупності обвалу именно у этого товарища. Никаких жалоб в течение последних, я ещё раз повторю, двух лет от граждан этого дачного кооператива, не знаю, как вам сказать, не было. И доступа, естественно, кроме как вот снять вчера было с дрона, доступа тоже не было. Вице-мэр также добавил, есть разработанный план по укреплению всего побережья Черноморки. Но это будет стоить 2 млрд гривен. Мария Горбунова, Денис Ларко, Седьмой канал. Пятеро детей, отравившихся в лагере в Сергеевке, до сих пор находятся в больнице. Напомню, в ночь с 11 на 12 июля с острой кишечной инфекцией госпитализировали 51 ребенка из оздоровительно-спортивного лагеря «Медик-2» Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестамецану. Всего там находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Во время проверки в лагере нашли ряд серьезных нарушений. Например, шестеро поваров работали без санитарных книжек. Полную проверку и отчет о всех нарушениях обещают завершить уже завтра. А пока еще 114 детей находятся в лагере. Их обещают со дня на день забрать родителей. В обл. администрации приказали кормить детей сухпайками и едой из проверенных источников, а сам лагерь после детальной проверки закрыть. Все материалы передадут в полицию и прокуратуру, в обл. администрация. И также пообещали провести проверки всех детских лагерей в Сергеевке. Низкое финансирование – одна из главных проблем украинской нейрохирургии. Из-за этого страдает подготовка врачей, а также происходит отток кадров в частную медицину. Мне бы очень хотелось, чтобы государство наконец-то обратило внимание на медицину. Мы все время говорили о том, что здоровье – это самое дорогое, самое ценное. А, к сожалению, врачи-медики нищие. Бюджет здравоохранения нищий. И оснащение больниц должно соответствовать стандартам, которые выдерживаются во всех цивилизованных государствах. Попалась на горячий. Младшего инспектора из Мэльского СИЗО разоблачили на получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Женщина якобы регулярно брала взятки за передачу денег и средств связи арестантам. Ей сообщили о подозрении в совершении коррупционного преступления. Как противодействовать домашнему насилию? Что делать жертвам, которые боятся уйти от обидчика и не понимают, что их ждет в будущем? А также откровенная история тех, кто за освобождение от домашних тиранов поплатился собственной свободой. Смотрите в нашем следующем сюжете. В женской колонии номер 74 немало историй, когда уйти от домашнего насилия получается ценой собственной свободы. Так вышла в жизни Яны. По словам девушки, жизнь с гражданским мужем была невыносимой. И однажды она не смогла больше терпеть бесконечных побоев. Избивал. Избивал, боялась домой приходить. Бывало, не впускал к себе жил домой. Страшно. А когда обращалась, меня никто не слышал. Похожая история и у заключенной Кристины. Говорит, мужа тирана терпела 9 лет. До момента, пока тот не стал угрожать жизни ее матери. Я терпела все побои. Терпела очень много. Избивал 9 лет. Я терпела. Но вышло так, что он начал уже на маму мою рукой поднимать. Я уже не выдержала. И так произошло, что я его подрезала, попала вот в эти места. Но мне кажется, чтобы я не попала в эти места, может, не я его, а он меня или он мою маму. Так получилось. Благодарно Богу, что я в данный момент нахожусь тут. По словам Кристины, в колонии она с 2017 года. И очень жалеет, что закон о противодействии домашнему насилию не вышел раньше. А еще о том, что попросту не знала и не видела иных способов защиты от мужа. Как противодействовать насилию в семье, рассказали заключенным на специальной тематической лекции. Жизнь такова, что можно по возвращению столкнуться с чем угодно. И учитывая, что это сегодня является одним из приоритетов в социальной политике Украины, мы хотели бы, чтобы женщины были вооружены этой информацией, чтобы понимали, что это причины, как выходить из этого, куда обращаться. Мы принесли сегодня соответствующую литературу, телефоны, перечень услуг, которые сегодня может получить человек, который страдает от домашнего насилия. Также было наголошено, что они, находясь здесь, могут помогать, если они знают, что есть такие случаи, своим семьям, несмотря на то, что они не могут сами, лично, выйти на волю и вжить какие-то заходы. С начала 2019 года в Одесской области уже зафиксировали почти 4000 обращений о домашнем насилии, подавляющее большинство от женщин. Надежда Бондаренко, Анастасия Кричко, Седьмой канал. Воронцовский переулок перекроют до конца года. Это связано с необходимостью прокладки коммуникации. Поэтому движение транспорта будет невозможным. На работу потратят более 20 миллионов гривен из городского бюджета. Перепрекритие мы планируем до конца года. Но, конечно же, будем приводить усилия, чтобы это закончилось ко дню города, чтобы уже был проход и проезд. Посмотреть на Одессу глазами Вертова, Довженко, Эйзенштейна и других режиссеров можно благодаря проекту «Фильмар». На сайте собраны уникальные архивные материалы и карта, позволяющая найти места съемок кинокартин, снятых в Одессе. Пока что это только 10 фильмов довоенного времени 20-30-х годов. Позднее планируют контент расширить. Перший знаменитый фильм из трилогии Довженковой «Звенигора» тоже занимался тут. И это надзвичайно цікаво. И важно про это знать, и важно наголошить на этом. Поэтому, среди других картин, те же самые «Два дни», это «Нічний визник», это фильм ПКП про, власне, «Питлюру». Есть небольшие синопсисы, просто рассказать, что это склад снимательной группы, есть современные, можно сказать, рецензии, архивные материалы. И очень интересная вещь, там есть карта, место, съемок, где эти места снимались в Одессе. Мы только начали, мы ее планируем наповнювать еще и еще, и після военные фильмы, и современные фильмы, но уже этой картой можно пользоваться и смотреться, находиться эти места, гулять, шукать их. Таким увидели этот день корреспондента Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Непременно увидимся.